Та-дам! Это прослушка, чуваки, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Check It Out. Неправильно все начало. Я наконец-то добрался до альбома Ти-феста «Цвети либо погибни». Объясню, почему так долго не выходила прослушка на этот альбом. Ну, несколько месяцев я никак не мог добраться до него. Все почему. Поэтому как-то раз мне пришла такая мысль в голову, что было бы прикольно прослушать альбом с кем-нибудь из моего окружения. И как раз у меня была, ну, то есть есть девочка, которая любит Ти-феста, ну, его музыку, творчество и так далее. Я ей предложил, давай вместе запишем прослушку, твою реакцию, потому что она, ну, очень эмоциональная, такая впечатлительная девочка. И она такая, да, да, клево, окей, окей, вот. И первую неделю что-то мы там как-то не могли состыковаться, потому что у нее там работа, ну, если она уходит, то с головой вообще. Вот. И, ну, не могли найти этот день, когда могли бы снять видео. Потом она улетела в Москву, тоже по работе, пропала на некоторое время. Я опять же ждал, вы писали комментарии, типа, когда Ти-фест. Я говорил, типа, пока не могу, не могу. Вот, ждал, когда она прилетит. Она прилетела и говорит, я прослушала альбом. Я, говорит, не вытерпела. Я говорю, фиг с ним. Ну, типа, ну, ты будешь мне объяснять там что-то, что-то говорить. Ну, все равно как бы свое мнение будешь говорить о песнях. Ну, реакция была бы все равно моя. И опять же мы не могли что-то состыковаться. Это все было еще в том году. И в итоге, ну, как-то подзабилось на все это. Поэтому, вот, собственно, я сейчас сижу и собираюсь слушать этот альбом. На альбоме 22 трека. Пожелайте мне удачи. Я надеюсь, я выдержу. Не люблю такие альбомы. Я, по-моему, уже говорил об этом, когда я слушал альбом Big Baby Tape, где все песни вообще одинаковые. Здесь я не жду одинаковых. Здесь я жду прям разноплановый, какой-то разносторонний интересный альбом в плане музыки, флоу, подачи, текстов и так далее. Надеюсь, что он меня удивит. Потому что, ну, прошлый альбом был неплох. Я себе, ну, добавил там парочку треков. Четыре, по-моему. Короче, ну вот, как-то сейчас вспомню даже. Лояльность, бурьян и скандал. Две версии. Все, что я, по-моему, тогда добавил. Короче, все, хватит болтать. Давайте слушать. Без тебя. 29 февраля. Суп... Окей. Эй. Воу. Это чё, диско? Это типа того, что Weekend делал. Есть некоторые исполнители, которые делают в подобном ключе. Ну, очень неожиданно. Ну, прикольно. Мне пока нравится. Видео, кстати, будет вот максимально укорочено. Потому что, ну, слишком много треков. И, ну, в основном, возможно, будут только мои комментарии. Либо просто, как я слушаю. Ну, как обычно. Так, так, так. Так. Окей, окей. Вот такое интересно слушать, на самом деле. Такого немного, поэтому как-то цепляет. Довольно-таки интересно звучит все. Узло меняется. Нет. Это у нас что? Долгое окончание песни? Я, кстати, люблю, когда используются инструменты. Скрипки, там, виолончели всякие. Очень красиво. Так, идем дальше. Белый кролик. Вот видите, как все может отличаться вообще друг от друга. Там диско. Здесь у нас акустика открывает трек. Довольно-таки неплохо. Ти-фест прям с другой стороны какой-то открывается. Хорошая песня. Пока все в норме. Так, не вызывай шлюх. Интересно, будут тут такие прям бэнгер-бэнгер, хип-хопчик, йоу, рэп. Не вызывай шлюх. Так, у нас тут немножко рок-н-роллчика. Это даже блюз, наверное, что-то такое. Почему запикали ее, а? Фу-ху! Ли! Неплохо. Что же нас ждет дальше? Ну, я вообще, я не знаю. Я в шоке пока. Очень прикольно. Блин, как жаль то, что вот я не с подругой все это слушаю. И как жаль, что так долго я этот альбом не слушал. Почему ты вечно хейтишь? Посмотрим, послушаем. А ком это интересно? Сейчас бочка будет, да? Нет. Но я не вечно хейти. Это какая-то интерлюзия или что? Только это будет? Ну, музло прикольное. Тоже отличается от предыдущих. Такая атмосферная музыка. Носящая. Ловида лока. Давайте-ка заоценим. Музло такое... Жирное. Мне нравится. Мне немножко, как поет T-Fest. Но я уже говорил об этом. Прикольная тема. Окей, окей. Так, человек, мы уже слушали эту песню. Про слушку можете найти, наверное, где-то. Да, да. В принципе, да, он этим треком сказал то, что чуваки, альбом будет очень интересный. Да, классная песня. Лоли-Лали. Не могу точно сказать, ну, что за жанр напоминает. Какие жанры. Ну, элементарно, что это такое танцевальное. Дрейк делал подобное. Да у многих сейчас, в принципе, есть. Реально такой разноплановый альбом получился. Я, ну, чуть меньше половины только прослушал. Вообще, уже удивлен прям на все сто процентов. Сколько? Спустя год он выпустил альбом с 22 треками. В 2018 году было 13. В 2017. Каждый год выпускает альбом. Ничего себе. Респект. Трилюдия. А я и не ждал слов. Окей. Неплохо в плане музыки. Опять же. Не будем особого внимания обращать на интерлюзию. Она неплохая в плане музыки, конечно. Но все простенько очень. Sorry. Мне нравится подход этот, что все треки отличаются друг от друга. Разные приемы, разный подход к музыке. Смешение стилей. Нихуёво. Нихуёво. Забавное начало. Походу, тут не будет прям таких бенгеров. Да, особо у него такого и не было. Ну, были качевые треки, конечно. Но этот альбом реально очень интересен. Уши балдеют прям просто. Блин, как мне не нравится, когда запикивают. А, так я еще и в неправильном порядке слушаю, да? Блядь. Новый рэп, сука. Так и думал. Ну, по сути, тут же прям такой концепции нету, что все треки связаны и надо слушать с первого до последнего. Адмирал. Адмирал. И тут, и ей, и такое тут есть. Неплохо. Бедолага. Ну, прям... Я не знаю, сколько раз я скажу, что он меня удивляет. Но это... Эта песня, она прям возвращает в прошлые времена. Что-то, ну, напоминает такой старый хип-хопчик. Я даже понимаю немного, почему вы заваливали меня сообщениями, типа, когда будет прослушка на альбом Тифеста. Это реально надо было заценить. Оу, щет. Мурашки. Охуеть. Пиздатейшая концовка. Пиздатейшая. Увы, но это реклама. Реальный какой-то хип-хопчик. 2000-х... 2010-го, наверное. Походу, он на две части как бы поделен. Одна такая хип-хоповая, а другая разноплановая. Мощненько. Ой, мишка. Ну, нет, я ошибся насчет двух частей альбома. Бля, как интересно, а все. Ну, прям, вообще, за музыкальную составляющую, прям, сто из десяти. Это очень круто, вообще, весь альбом. Классная работа. Я уже все подвожу итог, хотя не дослушиваю еще. Скит. Мне тяжело сказать о том, что мне хотелось слышать пас. Он покушал без сети, и вечером седает в зонах. Тяжело сказать о том, что я устал так отдаваться. Я стал смелым, потому что лишь стремался вам сгаваться. Тема за... Прикольная тема. В принципе, можно было бы и не скид делать, а прям записать. Снял тебя. Битбокс. Битбокс. Субтитры делал DimaTorzok Песенка Шо так мрачно стало Напоминает старый-старый трек Warp 1.9 что ли Ну звучок прям вообще похож И не только, еще из проекта X Ну альбом просто вау Переплюнет ли он его в следующем году Это вообще под вопросом большим Ну это очень крутая пластинка В порядке Альбомчик-то То ты Мишка, то ты Волк Красиво Все-таки вот это какой трек 18-й Ну под конец уже все подустал я И честно Уже хочется дослушать Много, слишком много для меня Это очень много Жить красиво Эти цифры говорят Мамы, мы все можем В доме все мечты И я кричу им, о боже В голосом охрипшим И в меру примороженым Головой завещен И в память я в прошлом Наблюдай Вот такой успех Не отца Таки пошаришь Самую движуху Но ты шаришь вкратце Я все в моем доме есть Еще все в моем доме есть Еще все в моем доме есть Прикольно Перешли так в акустику Плавненько Домосед Что-то жесткая концовка Девчонка не туда попала Походу Ну и все Наконец-то Первый трек И мы дослушали Бодрое начало альбома Охренеть Вот этого вообще не ожидал Ну нет Чуть-чуть, конечно, думал, что Возможно, такое будет Ебать Все-таки рок-н-ролл, рок Вообще музыка такая Проникла в рэп Ну рэперы начали уже Использовать это сами И это забавно Уже тесно просто В своих рамках И они поэтому Вот такие разноплановые Альбомы представляют Неплохо Да уж так А как последний трек Какой он там А, да-да Вообще диско Вот с рок-н-ролла С такого рока Прям мы перешли Ну, дошли до диско Вау Вот это альбомчик, конечно Один из лучших Реально 2019-го года Я не знаю, составлю Топ свой или нет Но это точно там будет Ну, там Что? Я, в принципе, все уже сказал Ну, как я и ожидал Альбом будет разноплановый И меня это очень порадовало Конечно Вторая часть То есть В моем случае Первая часть Она более Музыкальная Ну, то есть Да нет Вообще Весь альбом музыкальный Просто Меня больше зацепила Как раз таки Первая часть То есть С конца до середины Там дальше пошли Хип-хоповые Такие Ну Местами Они тоже крутые Но Может я просто уже Вот Ну, прям под конец Я уже как-то Подустал Слушать 22 трека Это очень много Но я В принципе, наверное, понимаю Почему 22 Потому что 22 года Вроде как ему Или, может, я ошибаюсь Ну Не знаю Короче, альбом Реально топовый Жаль то, что я его Тогда не прослушал И Ну, по-любому С этого альбома Что-нибудь Да полетит Ко мне в плейлист Я еще раз его Конечно же Прослушаю Вот Ну, выделить Я не знаю Пока не смогу Наверное Выделить Потому что Они Ну, тут много Очень интересных Треков Белый кролик Без тебя Не вызывай шлюх И вообще Знаете Я бы добавил себе Без Запикивания То есть С матом Так Лавида лок По-моему Хорош Ла-ли-ла-ли Такая танцевальная По-моему Нихуево Адмирал Бедолага Увы Ну, короче Тут Не знаю Надо будет еще раз Все это дело прослушать Спасибо всем за просмотр Ставьте лайк этому видео Это долгожданная прослушка Ну, то есть Не многие, конечно, ждали у меня на канале это Я знаю то, что это Эта реакция Не соберет кучу просмотров Но Вот для тех, кто ждал Вот, пожалуйста, эта реакция Спасибо, что писали Советовали Напоминали мне всегда об этом Мне было жутко неудобно Но я все-таки Сделал то, что обещал Я говорил то, что будет Ну и вот Пожалуйста, альбом Все на этом Спасибо Всем за просмотр До скорых встреч Check it out Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!